Легкая промышленность. Давайте обсудим, настолько ли она легкая, как порой нам кажется. Как работают предприятия в этот период, в непростой санкционный период. Хотя мы договаривались о том, что есть какие-то сложности и трудности. Они обычные, преодолимые. Но самое главное, не как работают предприятия, которые входят в концерт легкой промышленности, а как работает легкая промышленность в целом. За что у нас отвечает правительство и министр легкой промышленности, фактически министр. Я об этом регулярно и постоянно предупреждал и вас, Татьяна Алексеевна, и всех членов правительства. У нас нет предприятий, как мы их часто называем, безведомственной подчиненности. Все у нас в ведомстве, потому что они в стране. Без излишнего, конечно, давления. Это ваше дело, как вы им будете управлять. Но, тем не менее, какие у вас контакты, связи с частными, негосударственными предприятиями, с предприятиями, которые не уходят в ваш концерн. Как они работают. Второе. Экспорт. Как идет расширение географии поставок продукции в это время. Мы все говорим, что нарушены логистические цепочки, логистика. Ну, это действительно так. Но, тем не менее, многие предприятия и даже объединения с успехом преодолели эти проблемы и выстроили новые пути поставок продукции потребителю. Поэтому экспорт – это основа нашей экономики. Каковы дела здесь? Ну, еще параллельно вопрос насыщения внутреннего рынка и импорта, замещения. Это беда, когда наши люди, пусть их меньше стало, но бегут в магазин и глаза у них горят при виде какой-то импортной продукции. Как будто мы не можем шить свою продукцию. Вот я смотрю, все мы пятеро здесь и все мы одеты в отечественную одежду. Так? Да. Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно нашего производства одежду. Как у нас здесь обстоят дела по импортозамещению? Ну, и большой вопрос. Один из главных – выполнение поручений. Были даны ряд поручений. Я поэтому и пригласил Вас, Игорь Николаевич, чтобы здесь не было игры в одну корзину. У Вас на контроле эти поручения. Я хотел бы знать, как они выполняются. У нас есть привычка такая волокитить эти поручения, пока президент второй или третий раз не обратится в плане контроля к этим поручениям. Ну, а Инна Викторовна владеет ситуацией на внутреннем рынке в части легкой промышленности. Тоже для того, чтобы мы очень откровенно и честно ввели разговор. Цифры. Есть цифры, от них никуда не денешься. Это будет объективная оценка работы легкой промо на внешнем и внутреннем рынке. Белстат видит все. Поэтому давайте кратко, без проукрас, как работаем, что не сделали, какие проблемы. Спасибо. Уважаемый Александр Григорьевич, Разрешите, пользуясь случаем, поблагодарить Вас искренне за легкую промышленность. Кроме мерча первого, у нас хватает людей, которые хотели бы нормально одеваться. Поэтому меня не надо благодарить. Ну, тем не менее, и правительство, и Вы особо уделяете внимание легкой промышленности. И благодаря такому пристальному вниманию, я должна отметить, легкая промышленность сохранилась и развилась за эти десятилетия. Не за годы, а десятилетия. За 9 месяцев текущего года, вообще, в принципе, всей легкой промышленности страны произведено продукции на сумму 3 миллиарда рублей, концернам на полтора миллиарда рублей. Индекс промышленного производства за 8 месяцев составил 95,2%. До конца года мы планируем выйти на 100%. Действительно, в марте-апреле отрасль, так скажем, ощутила неоднозначно и остро среагировала на процессы, которые произошли в эти конкретные эти месяцы. Рецессия в мае нами была приостановлена. Вот за май-сентябрь месяц мы, в принципе, восстановили динамику положительной работы. В третьем квартале мы нарастили объемы практически на 9%. Экспорт за этот период с мая по сентябрь включительно вырос на 24%. Наращивание экспорта мы считаем основной и главной задачей. В принципе, в этом году особый импульс придается и со стороны, безусловно, ваших задач и правительства. Татьяна Алексеевна, экспорт – это правильно, это хорошо. Мы никуда от этого не уйдем. Но в целом наша вина, что мы отдали внутренний рынок непонятно кому. Сюда возили от трапья, секонд-хенд, который пользуется, как мне говорят, популярностью у населения, до брендов. И у нас или трапки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия Лехпрома, там у нас была дыра. Да, сейчас, ну не скажу, что у нас это процесс в России, они все поуходили. И автомобилестроение, и легкая промысла, и так далее. Да и у нас уже не так продают импорт. Так это шанс. Это шанс занять вот эту нишу на нашем основном рынке российском и на внутреннем рынке. Поэтому, если вы за это время, как и другие отрасли, ну допустим, как сельское хозяйство, не подниметесь, грош вам цена. Сейчас уже вам никто не мешает, и вы вообще монополисты. У вас нет настоящей конкуренции. Вот в чем возможность этого сложного периода. Я всегда об этом говорю. Кризис – это тяжело, трудно, но это шанс, это возможность. И прежде всего для легкой промышленности. У нас же есть все. Ткани есть, швейные машины есть, квалифицированный персонал, и технологи, и руководители, и швеи, и другие. У нас все есть. Поэтому все зависит от нас, как мы развернемся. И если у вас есть какие-то проблемы, вы скажите. Мы их сейчас решим. Сейчас их решать проще. Спасибо.